Итак, здравствуйте, дорогие друзья! В общем, на пометочке у меня вот что. Я обещал одному моему подписчику переснять видео мое старое про тенденит. Дело в том, что это видео не отличается хорошим звуком. У меня и так не очень хороший звук, но в целом то, какой там, звук действительно ужасный. Само видео я устранять не буду. Суть в том, что я постараюсь все-таки переводить людей пока с того видео на это, потому что очень уж как-то неплохо ранжирует и Яндекс, и Гугл, и, соответственно, сам YouTube мое то видео про тенденит. Так что, если вы меня смотрите, скорее всего, вы перешли через то видео на это. Это новый, в общем, новый формат, экзот, где я очень-очень быстро стараюсь рассказать, раскрыть тему вопроса. Ну, на данный момент это тенденит. Значит, что хотел сказать? Сказать спасибо Сергею Александрову за эту замечательную идею, и переснять все-таки, наконец-то, тот ужасный видос. Значит, смотрите, по причинам тенденита я выписал тут такие банальные, как сколиоз. То есть, сколиоз – это когда у меня одно плечико выше другого, да? Вот, и, допустим, когда я выполняю какой-либо физический труд, или упражнение, или жимы, нагрузка приходится на одно плечо больше. Значит, второй момент – гиперкифоз. С гиперкифозом все не так однозначно. То есть, гиперкифоз – это естественное искривление нашего позвоночника. То есть, когда он чуть-чуть искривлен сюда, да? Если у нас в гипер уходит положение осанку, я начинаю вот так вот все больше и больше скривляться. Соответственно, когда я больше сюда скривлен, смотрите, что происходит. Мышцы спины мои расслабляются, а вот мышцы груди, передние пучки тельт, гипертонизируются. Сначала гипертонизируются они, вслед за ним связки. Тенденит – это воспаление связок, кстати говоря. Ну и, соответственно, у нас получается, что связочка воспалена. Может даже воспаление уходить в брахиалис. Да, воспаляться может передний пучок дельты. Вот, может образовываться здесь такой, как триггер, как уплотнение. Я могу чувствовать при тендените боли в покое, боли при нагрузке, какой-то потолок пошел красить, штангу жать. Потом, что еще? При тендените может немножечко слегка при запущенных формах таких острых повышаться локальная температура. Значит, что еще? При тенденитах, значит, может у нас быть триггер уплотнения. Это я сказал. Но самое главное, что характерно, на мой взгляд, при тенденитах, как правило, при пассивных движениях. То есть, если я руку расслабил, мне врач или там жена, допустим, моя подходит и вот трясет руку легко, то, соответственно, получается, что рука расслабленная не болит передний пучок дельты. О чем это говорит? О том, что если связка расслабленная, или, допустим, да, у нас там, неважно, это могут быть связки плеча, связки предплечья, но если связка расслаблена, нагрузка на нее не идет, боли нет. Если я как-либо напрягаю связку, то, соответственно, связочка у нас сразу болит. В чем смысл? Смысл в том, что, во-первых, если у вас сильные боли, вам нужно обязательно снимать воспаление. Снимать воспаление, если это острое воспаление, и боли начались в покое, это будут кортикостероиды. Вот, дипроспам может назначаться в этом случае. Потом, после того, как вы заглушили это воспаление, там, как правило, всего одна инъекция требуется, то идет назначение фонофорезис, как правило, с гидрокортизоновой мазью, и идет назначение каких-то пероральных препаратов, типа ибупрофена, перорально назначается, место назначаются мази, согревающие по типу капсикама, могут быть, вот, и массажи, при условии, что вот это вот острое состояние пропало. Это один из вариантов. Ну, возможно, употребление коллагена, разных там, на всякий случай, хондролитинов, глюкозаминов, вот, но это не как основное, как часть лечения должно все-таки быть. Вот, вкратце, вот так вот выглядит тенденит плечевого сустава. В любом случае, это будет образование, на мой взгляд, триггеров. Это будут боли при жимовых движениях, отталкивающих. Вот, ЛФК обязательно, и обязательно растяжение, да, я в своих видео, посмотрите мои видео, я очень часто показываю растяжение, когда блок внизу находится, или какой-то там резинкой, спандер сейчас карантин, да, и у нас рука отводится назад, растягивается передний кучок дельты. Обязательно это нужно делать, чтобы снимать спастическое напряжение с мышц, со связок, иначе оно будет копиться, губ будет копиться, гипертензия, и все, что вы там снимали, все эти воспалительные процессы, это будет на смарку. Ну, а с вами был Крафтов Сергей, Medical Fitness. Спасибо, что смотрели. Здоровья вам, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok